Передают, что Саубанда будет доволен им Аллах. Рассказывал, что Пророк Али-Иссаляту Вассалям сказал, «Я знаю людей из числа моих последователей, которые придут в судный день с благими делами величиной с белые горы Тихамы, но Аллах превратит их в рассеянный прах». Саубан сказал, «О посланник Аллаха, опиши нам их качество, дабы мы не оказались из их числа, даже не подозревая об этом». Пророк миром и благословения Аллаха сказал, «Они являются вашими братьями, и кожа их подобна вашей. Они распределяют ночь так же, как и вы, но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушают их». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал о мусульманах, которые тайно грешат. Но касается ли это каждого, кто грешит наедине? Если человек не совершает искреннее тауба за тайные грехи, то его благие дела, совершенные напоказ, не принесут ему пользы и будут стерты, как сказано в хадисах. А бывает так, что тот, кто искренен в своем ибадате, может постоянно грешить, но совершение им этих благих дел в конечном итоге предотвратит его от греха. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорил, «К пророку, алейхи саллиллаху алейхи вассалям, подошел человек, и он сказал, «Этот человек ночью молится, а утром ворует». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину, его молитва остановит его от этого». Я хочу рассказать вам хадис, рассказывая который, достопочтенный Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, упал в обморок трижды. «Посланник Аллаха, алейхи саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи вассалям, рассказал мне о том, что первым из людей, кого будут судить в день воскресенья, окажется человек, павший в сражении за веру. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я сражался ради тебя, пока не погиб в сражении за веру». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили, он отважный, и они говорили так, после чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление. Его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем приведут человека, который получал знания, обучал ему других и читал Коран, и Аллах наполнит ему о своих благодеяниях, и он признает их, а потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я получал знания, обучал им других и читал Коран ради тебя». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили, он знающий, и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили, он чтец». И они говорили так, после чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширные уделы, и которого наделил разными видами богатств, и Аллах напомнит ему о своих благодеяниях. И он признает их, а потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарности за них?» Он ответит, «Ради тебя не упускал я ни одной возможности потратить деньги так, как это угодно тебе». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили, он щедрый». И они говорили так, после чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление, его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад». Этот хадис свидетельствует о категоричности запрета совершения деяний на показ и строгости наказания за них. Рия является причиной сгорания деяний человека. Его дела не примутся, дела его будут брошены ему в лицо. В судный день Аллах при всех людях скажет такому человеку, «Ты тот, кто издевался над Аллахом, ты тот, кто совершал вероломство». Какой тяжкий грех! К тому же человек получит наказание за то, что обманывал людей в этом мире». Имам Аль-Газалида, помилует его Аллах, указывал на пути избавления от рия. Первое – узнать о вреде и тяжести этого порока. Второе – испытывать отвращение к нему. Третье – скрывать свои благодеяния. Да дарует нам Аллах искренности и излечит наши сердца от показухи. Хотите получить базовые знания в диспуте с представителями всяких идеологий, таких как феминизм, материализм, либерализм, секуляризм? Или, быть может, вы хотите просто получить ответы на современные вызовы исламу? В свет вышла книга, которая даёт достойный отпор нападкам западной пропаганды. Автор – Даниэль Хакикаджу, выпускник Гарвардского университета. Он блестящий полемист, всегда отстаивающий право мусульман оставаться самим собой, не подстраиваясь под повестку, которую нам навязывает Запад. Заказать книгу вы можете по ссылке в описании.